Девушки отдыхают Гарри сбегает, как вихрь, с лестницы и распахивает дверь, ожидая на пороге увидеть своего возлюбленного. Но никого там не оказалось. Она бегает по саду, шарит по кустам, осматривает то место, где видела его. Гарри нет как нет. Домашняя обступает ее, старается успокоить, убедить, что это иллюзия. Но она все повторяет. Я видела, видела его. И остается опечаленной и встревоженной. И несколько времени спустя молодая девушка узнает, что ее жених погиб на море от внезапной болезни. Как раз в тот день и в тот час, когда он привиделся ей в саду. Бене типограф в Суассоне рассказал мне о следующем видении, явившемся ему лично. Моя родина Мезьер подверглась бомбардировке в течение всего 36 часов, но при этом погибло много жертв. Между прочим, была опасно ранена маленькая дочь нашего домохозяина. Ей было 11-12 лет, а мне всего 15. Я часто игрывал с Леонтиной, так звали девочку. В начале марта я поехал гостить в Даншири. Перед отъездом я узнал, что девочка в безнадежном состоянии. Но благодаря перемене места и беспечности, свойственной моему возрасту, я развлекся и забыл о вынесенных бедах. Спал я один в длинной и узкой комнате, окно которой выходило в поле. Раз улегшись спать по обыкновению в 9 часов, я никак не мог заснуть. На небе светила полная луна, бросая довольно сильный свет в комнату. Сон не являлся, я слышал, как били часы, и время тянулось бесконечно долго. Я размышлял, глядя на окно, приходившееся как раз против моей постели. Вдруг около половины первого мне показалось, что луч луны движется на меня, потом принимает очертания длинной белой одежды и останавливается у самой моей постели. Чье-то исхудалое лицо улыбается мне. Я вскрикаю, «Леонтина!» Но бессезарная тень, все скользя, исчезает в ногах постели. Несколько дней спустя я вернулся к родителям, и прежде чем успели со мной заговорить, я рассказал о своем видении. Это была та самая ночь, тот самый час, когда девочка умерла. Вот что случилось с моим отцом, флотским капитаном в отставке. Он был в плавании около полуночи, встал на вахту. Прохаживаясь по мостик, он вдруг увидал мелькнувший у него перед глазами чугуру ребенка, одетого в белое, как будто собирающегося улететь. — Ты ничего не видал? — спросил он у матроса, бывшего при нем. — Ничего, — отвечал тот. Тогда отец рассказал ему о своем видении, прибавив, наверное, у меня дома неблагополучно. Он тщательно записал день и час, а вернувшись домой, узнал, что в тот самый день умерла его маленькая племянница. Отец мой не раз рассказывал мне об этом, и еще на днях повторил, считая вашу статью. Шейльян Арзеф Пассо, долгое время бывший священником в Версале, передавал мне следующий случай. Однажды, в бытность его студентом в Страсбурге, находясь в бодрствующем, вполне сознательном состоянии, он увидел брата своего, офицера Тюркусов, в Африке, лежащим на дне глубокой ямы с раскроенной окровавленной головой. Хотя это видение произвело на него сильное впечатление, однако он ни одной минуты не допускал мысли, чтобы оно предвещало действительность, и вспомнил о нем только тогда, когда получил по почте следующее роковое известие. В тот самый день, когда брат явился ему, он подвергся нападению одного из своих рядовых, который растек ему череп и бросил труп в яму. Моно. Несколько лет тому назад супруги В. посетили своего знакомого, больного старика, некого Эссента Бена, человека очень образованного и большого оригинала. Среди разговора старик, убежденный, что ему недолго остается жить, обещал господину В. подать о себе весть, когда придет его последний час. В. со своей стороны дал такое же обещание. Прошло лето, и супруги больше не виделись с больным. Раз зимним вечером после ужина он считал газеты, и вдруг он невольно поднял голову и сказал жене, Сент-Абен умер. Та не поверила и спросила, от кого он об этом узнал. Мне никто ничего не говорил о Сент-Абене, отвечал В. Но вот сейчас как будто что-то ударило меня в голову, и в тот же момент я невольно подумал о смерти Сент-Абена. На другое утро госпожа В. услыхала в церкви весть о кончине Сент-Абена, последовавшей накануне вечером. Мой дядя, передававший мне об этом случае, говорил, что невозможно определить свойства полученного им легкого удара. Никогда в жизни он потом не испытывал подобного ощущения. Он вовсе не суеверен, совершенно напротив. Дед мой с материнской стороны, человек серьезный, солидный, спокойный и строгий, прогуливался однажды по улицам Лондона, погруженный в размышления, как вдруг протискивается сквозь толпу и направляется к нему один из его близких друзей детства, полковник индийской армии, который, судя по сообщениям газет, был занят в то время усмирением бунта Сипаев. Дед мой, вне себя от удивления, протянул руку приятелю и собирался задать ему вопрос, но тот исчез так же внезапно, как и появился. Вернувшись домой, дедушка осведомился, не приходил ли полковник, и получил от прислуги отрицательный ответ, несколько встревоженный отправился в свой клуб. Там тоже никто не видал полковника. Прошло несколько недель. В ту пору средства сообщения были еще очень плохи. Однажды, пробегаясь в толпцы еженедельного журнала, выходившего в Индии, дедушка с огорчением наткнулся в списки убитых благодаря предательству Сипаев на имя своего дорогого друга. Сравнив дату, он пришел к убеждению, что кончина этого друга совпала с появлением его на многолюдных улицах Лондона, где в прежнее время оба приятеля особенно любили бродить, изучая характерные уличные типы столицы. Случилось это около 1850 года в знакомом мне семействе. Две сестры только что улеглись в постель. Вдруг одна из них скрикивает, «Боже мой, отец!» Мать воображает, что это галлюцинация или сон, и старается успокоить дочь. Но та отвечает, «Я уверена, что видела папу, он даже тронул меня за руку». Надо вам знать, что отец несколько дней тому уехал в тур строить балаганы для тамошней ярмарки. На другой день семья получила письмо, извещающее, что отец убился, свалившись с постройки. Видение явилось дочери как раз в момент его смерти. Мой брат-надзиратель над сосланными в Каене, находясь в отпуску в Болене, рассказывал мне следующее происшествие. Он был очень дружен с другим надзирателем, неким Ренуччи. У того была дочурка, сильно привязавшаяся к моему брату и невестке. Девочка заболела. Однажды ночью брат мой просыпается. В глубине комнаты он вдруг видит маленькую Лидию, устремившую на него пристальный взор. Затем она исчезла. В волнении мой брат разбудил жену и сказал ей, «Диди, Лидия, умерла. Я только что видел ее совершенно ясно». Ни муж, ни жена не могли после этого заснуть. На следующий день мой брат поспешил в город Ренуччи. Господин Ренуччи, девочка действительно умерла ночью. Час явления совпадал с ее смертью. Вы могли бы неопределенно увеличить мы число этих достоверных рассказов. Случай сообщений на расстоянии в момент ли смерти или при жизни и при нормальных условиях подобные выше приведенным не настолько редки, хотя, конечно, и не особенно часто, чтобы каждый из наших читателей не слыхал о них и даже лично не наблюдал чего-нибудь подобного, может быть, еще и не раз. С другой стороны, опыты, произведенные в области животного магнетизма, показывают точно так же, что в известных психологических случаях экспериментатор может действовать на своего субъекта на расстоянии не только нескольких сажен, но нескольких верст и даже сотен верст, смотря по чувствительности субъекта и его способности к ясновидению, а также без сомнения и по силе воли самого магнетизера. При всем этом нужно сказать, что расстояние или пространство вовсе не таково, каким мы его себе представляем. Для пешехода расстояние от Парижа до Лондона очень велико. Для изобретения судов оно было даже непроходимым, но для электричества оно не существует. Расстояние от Земли до Луны очень велико при наших теперешних средствах передвижения, но оно нуль для тяготения. В самом деле, с абсолютной точки зрения расстояние, отделяющее нас от Сириуса, составляет такую же ничтожную часть бесконечности, как и расстояние между Парижем и Версалем, или даже между нашим правым глазом и левым. Мало того, промежуток, существующий, по-видимому, между Землей и Луною, между Землей и Марсом, или даже между Землей и Сириусом, ничто иное, как чистейшая иллюзия, происходящая от нашей недостаточной восприимчивости. Луна постоянно действует на Землю и беспрестанно пошевеливает ее так или иначе. Притяжение Марса равным образом чувствуется нашей планетой, а мы, в свою очередь, заметно сворачиваем самого Марса с его пути, заставляя его чувствовать влияние Луны. Мы действуем даже на самое Солнце, принуждая его вздрагивать, как будто бы мы к нему прикасались. Благодаря притяжению Луна ежемесячно заставляет Землю вращаться около их общего центра тяжести, находящегося в пространстве, на расстоянии полутора тысяч верст от поверхности земного шара. Равным образом и Земля из года в год заставляет Солнце вращаться около общего центра тяжести, расположенного в четырехсот тридцати от солнечного центра в верстах. Все миры непрестанно действуют друг на друга, так что на самом деле они вовсе не разъединены, не изолированы один от другого. Пространство не только не представляет собой бездны, пустоты между мирами, а скорее является связью, посредствующим звеном между ними. Но если таким образом сила тяготения устанавливает действительное, постоянное, не подлежащее никакому сомнению доказываемое всей точностью астрономических наблюдений общения между Землей и другими родственными ей телами в пространстве, то мы вовсе не видим, по какому праву так называемые позитивисты могут утверждать, что невозможно никакое сообщение между двумя более или менее удаленными друг от друга существами на Земле или на двух различных мирах. два мозга вибрирующие однообразно в один тонн на нескольких верстах взаимного расстояния не могут разве приводиться в движение одной и той же психическую силою. Возбуждение известной части мозга не может разве подобно тяготению перенестись через эфир и передать другому мозгу вибрирующему на каком бы то ни было расстоянии, как звук, извлеченный в одном углу комнаты заставляет дрожать струну рояля или скрипки в другом ее углу. Не забудем при этом, что наш мозг составлен из неприкасающихся между собой и постоянно колеблющихся частиц сноска, признавая бытие души как самостоятельной духовной сущности, созданной по образу Божию, наделенной дивными способностями, как это мы показали в предшествующем изложении. Мы не вполне можем согласиться здесь с терминологией Фламмариона, полагающего, что без мозговой вибрации невозможно объяснить воздействие одной души на другую. Сам же он ниже, как видит читатель, допускает возможность иных объяснений. Да и для чего говорить о мозге? Мысль, воля, вообще психическая сила одного существа, в чем бы ни состояла ее сущность, не может развить действовать через расстояние на другое существо, связанное с первыми симпатическими и нерасторжимыми узами интеллектуального родства? И разве биение одного сердца не передается внезапно другому бьющемуся с ним в унисон? Что же, уже ли мы должны допустить, что в приведенных выше случаях явлений дух умершего действительно принимал телесный вид и находился около наблюдателя? Для большей части случаев в таком предположении по-видимому нет никакой надобности. Во время сна мы бываем уверены, что видим разных людей, хотя их вовсе нет перед нашими закрытыми глазами. Мы видим их столь же ясно, как и наяву. Слушаем их, отвечаем им, разговариваем с ними. Очевидно, мы видим их не с помощью сетчатой оболочки, не с помощью оптического нерва, точно так же, как и слышим их вовсе не ушами. Все это дело лишь одних мозговых клеточек. Некоторые видения могут быть объективными, внешними, вещественными, другие же чисто субъективны. В последнем случае являющееся существо может действовать через расстояние на существо видящее, и такое влияние на мозг последнего может произвести внутреннее видение, которое, оставаясь чисто субъективным и внутренним, могло показаться внешним, как это бывает на видениях, не будучи в то же время простым обманом чувств. Опыты, произведенные в последнее время относительно явления внушения, гипнотизма и сомнамбулизма указывают, кажется, путь, если не к объяснению, то по крайней мере к рациональному взгляду на некоторые из фактов этой области. Сущность подобных явлений заключается в том, что здесь мысль одного лица действует на мысль другого. Разумеется, душа не переносится через расстояние и не принимает действительности человеческого образа перед тем, кому является видение, нет человеческого существа в одежде, сшитой портным или швеей, закутанного в платье, в женское платье, широкое или узкое пальто со всеми принадлежностями мужского или женского одеяния, с росточкой или зонтиком в руках и тому подобное. Ссылка. Отрицать категорически эту возможность мы не имеем разумных оснований протоиереи Григория Диченко. Но, может быть, имеющая явица душа действует непосредственно на душу другого лица, производя в последнем такое ощущение, что ему кажется, будто он видит, слышит, даже осязает представляющееся ему существо в том самом виде, в каком оно было известно ему раньше. Как мысль или воспоминания вызывают в нашей душе образы, достигающие большой живости и яркости, так и человек, действующий на другого, может заставить последнего увидеть какой-нибудь субъективный образ, который на мгновение покажется ему вполне реальным. Занимающие гипнотизмом, занимающиеся и внушением в настоящее время уже могут по произволу вызывать подобные явления. И хотя такого рода опыты еще только что начались, но полученные результаты уже заслуживают величайшего внимания, как с психологической, так и с физиологической точки зрения. Во всех таких случаях не сетчатая оболочка возбуждается внешней действительностью, а возбуждаются прямо оптические слои мозга действием психической силы. Здесь получают впечатление непосредственно само мыслящее начало, но каким образом мы этого не знаем. Таковы наиболее рациональные, как нам кажется, индуктивные выводы из только что рассмотренных явлений, явлений необъяснимых, но известных с незапамятных времен, потому что примеры их встречаются в истории всех народов с самой глубокой древности, и их трудно было бы отрицать или замалчивать. Ссылка. Едва ли это можно сказать по отношению ко всем выводам, скорее они могут удовлетворить только людей, стоящих на распутье между материалистическими и спиритуалистическими воззрениями. Протеерей Григорий Девченко. Так неужели возразят нам в наш век экспериментального метода и положительного знания, мы должны допустить, что умирающий или прямо мертвец может иметь с нами общение? Но что такое мертвец? В каждую секунду умирает по одному человеческому существу на нашем земном шаре. Значит около 86 четырехсот в сутки, то есть около 31 миллиона в год или более трех миллиардов столетия. В течение десяти веков было зарыто в землю и пущено в общее обращение в виде воды, газов, паров и различных других веществ более 30 миллиардов трупов. Если мы примем во внимание всю убыль человеческого населения за исторические века, то найдем, что в течение десяти тысяч лет, по меньшей мере 200 миллиардов человеческих тел, были созданы из земли атмосферы путем дыхания и питания и вновь возвратились в землю и воздух. Частицы кислорода, водорода, угольной кислоты, азота, составляющие все эти тела, утучнили собой почву и поступили в воздушный кругооборот. Да, обитаемая нами ныне земля составлена между прочим и из этих миллиардов некогда мысливших мозгов, из этих миллиардов некогда живших организмов. Мы попираем ногами наших предков, как и по нас будут ходить потом. Умы мыслителей, очи, созерцавшие красоту, уста, воспевавшие любовь, улыбки и плач, розовые губки и мраморные бюсты красавиц, утробу матерей, руки трудящихся или носящих меч, кровь побежденных, дети и старцы, добрые и злые, богатые и бедные. Все, что жило и мыслило, все лежит теперь в этой сырой земле. Мы не можем сделать ни одного шага на нашей планете, чтобы не наступить на прах мертвых. Не можем взять в рот куска, проглотить одного глотка жидкости, не вводя в себя того, что уже было съедено и выпито миллионы раз. Не можем дохнуть, не принимая в себя дыхания мертвецов. Составные элементы человеческих тел, взятые из природы, возвратились в нее вновь, и каждый из нас носит в себе атомы, принадлежащие раньше другим телам. Что же, уже ли вы думаете, что в этом заключается все, что осталось от всего человечества? Уже ли вы думаете, что от него не осталось ничего более благородного, более высокого и более духовного? Уже ли каждый из нас, испуская последний вздох, возвращает в природе только эти 60 или 80 килограммов мяса и костей, которые сейчас же разложатся и обратятся в элементы? Уже ли оживляющая нас душа не может продолжать своего существования точно так же, как любая из частиц кислорода, азота или железа? Уже ли жившие некогда души не могут жить всегда? Мы не имеем никакого основания утверждать, что человек состоит из одних только материальных элементов и что мыслительная способность есть лишь свойства его организации? Напротив, очень важные причины заставляют нас допустить, что индивидуальную сущность и составляет именно душа, что она-то и управляет материальными частицами, образуя из них живое человеческое тело. Сноска. Все предшествовавшие изложения этой книги, как и все дальнейшее, имеют цель доказать бытие богоподобной души человеческой, переживающей свое земное тело и назначенной к бессмертной и блаженной жизни в бесконечной вечности. Протеерей Григорий Диченко. Светлая радость, как будто даже улыбка, появляющаяся на лице только что скончавшегося человека, спокойствие, разливающееся подобно сиянию счастья вслед за предсмертными страданиями, не показывает ли это нам, что в торжественный момент разлуки с телом последнее впечатление души бывает впечатлением света, сознанием освобождения. Безусловно, неоспорим следующий исторический научный факт. Во все века у всех народов под самыми разнообразными религиозными формами непоколебимо оставалось в глубине сознания идея о бессмертии. Воспитание дало ей лишь тысячи разных форм, но не оно изобрело ее. Эта неискоренимая идея существует сама по себе. Всякое человеческое существо является в мир, приносит с собой в более или менее смутной форме и это внутреннее ощущение, это желание, эту надежду. Смотри книгу Фламмариона К. В небесах Санкт-Петербург 1896 год страница 122 Из монастырских писем наместника Троицу Сергиевой Лавры Архимандрита Антони митрополиту московскому Филарету. Монах Иона живший прежде на гостинице а теперь служащий на святом кладезе имел сына Косму жившего в послушниках в чудо и монастыре и в пост умершего в больнице московской. В пятницу на Лазареву субботу около полуночи отец стал поправить лампадку очень нагоревшую. Хочет ложиться опять в постель и видит что дверь отворилась и сын входит в белой рубашке а за ним два маленькие мальчика прекрасно одетые. Отец испугавшись говорит Космах зачем ты пришел не тронь меня я боюсь тебя не бойся батюшка я ничего тебе не сделаю тогда отец поцеловался с ним а мальчики стали у дверей иона в страхе еще говорит мальчикам ребятушки вы не уходите отсюда не оставляйте его одного они ни слова не сказали и остались как пришли сын ионы вместе с отцом пошли вперед кельи отец сел на стул а сын подле него на пол отец говорит каково тебе Косма там сын говорит слава Богу батюшка мне хорошо отец говорит чай муки то там какие сын говорит ад разрушен но тяжело вздохнув прибавил только там река огненная и редкий кто минует ее а сколько в ней народу ужас как много отец хотел еще спросить о реке но сын встал поспешно говорит прости батюшка мне нужно навестить старца а не сказал кого и пошел с мальчиками вместе вон из кельи это было просто наяву старец мне думается аммоний который в этот день скончался был на ногах а он с ним был знаком близко а может быть и другой но ни от кого не слышно кто бы в этот день видел косьму хотя во сне идя по скиту зашел я к умирающему вуколу послушнику покойного схемонаха Моисея ныне его соборовали маслом чахотка неизлечимая у него увидел его в таком благодушном состоянии я спросил что отец вукол видно в путь собираешься да батюшка помолитесь да пошлет мне грешному свою милость и помощь господь кланясь от меня старцу своему отцу Моисею я ныне виделся с ним он был у меня и вот здесь читала кафе с богом матери а меня как и прежде бывало заставил петь припевы и так все правило совершил у меня и с радостью говорит мы с тобой и там вместе будем жить мне позвольно прийти проводить туда отсели тебя помолились мы еще с ним я как бы совершенно был здоровый перекрестил он меня и отошел так я батюшка жду не дождусь когда пошлет господь перевести меня отсюда а отец моисей сказал что там несказанно хорошо господи какие получает человек утешение от веры в бессмертие какое непонятное соединение живых с мертвыми где же находятся умершие которые так удобно с живыми и вновь умирающими сносятся где находятся души которые из одной губернии в другую в одну почти минуту переносят вести в Екатерина Славле был архимандрит Симеон который недавно в 1843 году переведен в Воронеж он был дружен со старым отцом одного благородного семейства отец этот умер прошлого 44 года в феврале в счастливого семейства была дочь которой участь была не по сердцу отчего в тихом страдании получила на фехотку 6 дня прошедшего августа все семейство было еще в трауре по отце больная приобщилась в этот день не снимая траура мать ее это заметила на что она отвечала а 15 я наряжусь и точно в день успения Божьей Матери потребовала ванну надела полное венчальное убранство постала за священником приобщилась святых тайн по принятию святыни береглась чтобы ничто не прикоснулось к ее устам со всей свежестью голоса и улыбающегося лица просила читать отходные молитвы и во время чтения относилась как бы к невидимому лицу папенька милый папенька подождите с последним словом отходной улетела бессмертная ее душа того же дня эфиаса отец симеон в воронеже видит который говорит ему вам в екетерина славле надобно утешить скорбных а любенька со мной но вы и нас не забывайте как это разительно как непонятно наша жизнь и что значит жизнь на этой земле но где бы то ни было только бы жить такой жизнью какую бог определил как бы много трудно не было исполненное обещание несколько лет тому назад рассказывал м по окончании курса в одном из высших учебных заведений я проживал в москве думая в то время посвятить себя сцене и пробовал свои силы на этом поприще участвуя в многочисленных любительских спектаклях само собой разумеется что благодаря такому образу жизни у меня вскоре образовался довольно многочисленный круг знакомых из среды которых особенно дорога мне была семья госпожи Б где я встретил самый теплый родственный прием и участие однажды проводя вечер в этой милой семье я завел с хозяйкой дома разговор о различных таинственных явлениях которым к слову сказать ни я ни собеседница моя не верили полушутям мы с госпожой Б дали друг другу обещание что тот из нас кто раньше умрет должен будет явиться оставшемуся в живых чтобы доказать этим что существует загробная жизнь разумеется это будете вы прибавила смесь госпожа Б святущая молодая женщина глядя на меня в то время хилого и с виду болезненного молодого человека разговоры этому в то время не придавали мы никакого значения не веря в возможность каких-нибудь посмертных проявлений личности умершего и смотря на наши взаимные обещания как на простую шутку вскоре после этого мне пришлось покинуть Москву и прожить несколько месяцев в провинции переписываясь с некоторыми московскими знакомыми я с удивлением и грустью узнал о неожиданной смерти госпожи Б цветущее здоровье которое обещало по-видимому многие годы жизни поговоривав искренне о своей доброй знакомой я сколько мне помнится в то же время даже и не вспомнил о нашем взаимном обещании до такой степени считал его вещью неизбыточной прошло несколько месяцев я возвратился в Москву и снова принялся за прерванную сценическую деятельность за это время впечатление понесенной мной утраты успело окончательно во мне изгладиться и увлекаемой волной жизни я редко когда вспоминал о своей знакомой раз я вернулся домой довольно поздно вечером и так как через несколько дней предстоял спектакль в котором я должен был участвовать то принялся изучать свою роль которую я знал плохо при том же и спал еще спать не хотелось занимал я в то время небольшую меблированную комнату а напротив меня через коридор была другая такая же комната занимаемая в то время моим товарищем хорошим знакомым у которого в этот вечер собрался кружок по большей части также моих хороших знакомых которые усевшись за зелеными столами усердно винтили так как на совести моей лежала плохо заученная роль а спектакль был близок то я не пошел к приятелю несмотря на его приглашение и принялся так как сказал долбить свою роль в комнате моей горела висячая лампа с красным абажуром свет который был настолько силен что я не утомляя глаз мог свободно читать свою роль прошел может быть час я лежал на кровати и усердно студировал роль забыл обо всем на свете прямо против меня в нескольких шагах стояла этажерка а на ней на верхней полке кабинетный фотографический портрет госпожи Б подаренный ею лично портрет этот оправлен был в рамку состоявший из одного толстого стекла на подставке какие в то время только что появились хорошо помню что увлеченный своей роли я решительно ни о чем другом не думал а всего менее конечно о покойнице так как житейские заботы всецело поглощали меня в это время во время моего занятия своей ролью взор мой несколько раз падал на упомянутые выше портрет постепенно я стал взглядывать на него чаще и чаще сам не знаю почему хотя в портрете не замечалось ничего особенного субтитры субтитры субтитры